Амбулатория идет согласно плана и даже опережающими темпами. У нас по контракту предусмотрено до 1 октября, но по графику работает до 30 августа. Но, как говорит подрядчик, завершат свою деятельность в конец мая. Учитывая, что сегодня исполнение 35%, даже больше, соответственно, и она заверяет, что за два месяца они справятся. А уже можете какую-то оценку дать их работе? Они выдерживают график? Они график выдерживают. Все пошагово. У нас каждый понедельник штаб здесь. Приезжает их руководство с края. Мы каждый понедельник здесь встречаемся. Все проходим, все согласно СМИ это просматриваем, все обсуждаем. Если что-то нужно видоизменить, мы практически ничего не меняем. Даже те батареи, которые были заложены, пусть они не современные, но они были в СМИТе. Поэтому что-либо менять в СМИТе мы не собираетесь. Вы лично бываете здесь каждый понедельник? Каждый понедельник я лично сама контролирую весь процесс. Татьяна Владимировна, но все равно для жителей Дорохова этот объект долгожданный. Скажите, вот сегодня... Конечно, этот объект долгожданный. Много лет более десяти, а может быть и более, не было здесь никакого ремонта. И то, что выделили деньги, и то, что мы попали в эту программу, в программе модернизации первичного звена, это очень-очень хорошо. Когда здесь был Сергей Александрович Попов, законодательная власть, понятно, что оно производит впечатление непросторного помещения. И разговор шел о том, чтобы убрать и на этом месте построить новую амбулаторию, по примеру, Преображенская. Но поскольку тот 80% всего лишь, процент износа небольшой, и здания какого года постройки нам этого не позволили. Поэтому мы сейчас вот высвобождаем кабинеты, чтобы согласно СанПИНам все соответствовало. Ну и вот проводим ремонт. Ну и еще подскажите, все-таки услуги медицинские до сдачи амбулатории для жителей Дороховского сельского совета будут оказываться на территории Дорохова? Ну я надеюсь, что на территории Дорохова мы также будем продолжать и оказывать эту помощь, потому что мы не можем отдалить услугу от населения, это неправильно. Соответственно, будем в Дорохово. Будем надеяться, что скоро все это завершится. Да, я думаю, что через два месяца мы вас пригласим на новоселье.